друзья всем привет не запланированное такое видео у меня просто сейчас полив и добралась до этих красоток не так давно я их пересаживала вместе с вами под этим видео я оставлю ссылочки на эти пересадки этих цветочков можете посмотреть просто есть изменения поэтому я хочу вам показать там получается будет две ссылки на видео два видео потому что вот этот цветок это дикие но это разные цветочки как бы они сидели в разных горшочках получается вот эти вот детки которые мы с вами отсаживали вот от этого цветочка какие есть изменения я его вообще так и не трогала не пересаживала не лезла значит белые пятна я обрабатывала от вредителей от клеща на всякий случай чуть-чуть попозже еще не прошел месяц потом сотру влажной салфеткой детской очень хорошо а сан майт убирается вообще супер влажной салфеткой детской беру в аптеке или это в любом гипермаркете магазин вот значит можете посмотреть значит мы отсаживали где вот здесь вот наверное вот здесь а может я глубже отрезала потому что вот он цветонос да вот на этом цветоносе сидели вот эти две детки они вместе такие их нельзя было просто разорвать вот и какие изменения получается но грубо говоря полтора месяца прошло вот после пересадки видите она за полтора пускай два месяца дала мне детку значит потому что у нее точка роста нарушена она растила вот этих вот прекрасных деток но когда я их сняла у неё сил то много и она решила дать вот такую детку я не трогаю не пересаживаю потому что лишний раз полезешь вот к этой маме может погибнуть вот как она сидит и вот прекрасная детка видите грубо говоря за полтора месяца выросла но вот эти дикие они потрясающие просто они вот любители растить плодится просто плодится вот такая вот конечно смотрится некрасиво но друзья пусть лучше будет некрасиво чем они будут съедены или чем-нибудь заражены это все сотрется это все не проблема значит посмотрим с вами как чувствуют снятые детки вот с этой мамы значит знаете я думала что какие то какой-то процент корневой погибнет потому что это же воздушные корни были но мы с вами можем видеть никто не погиб шикарные корни и вот здесь я смотрю что видите проклевываются новые корешочки вот раз а вон уже цветонос лезет вон она пипочка вот она 5 будет цвести ну такой сорт всем советую видите мамка вроде бы такая вот никакая пятно это не растет это ей по ее покупала с этим пятном вроде бы горшочек такой маленький но если я вижу что растение вот нормально вроде бы себя ведет все хорошо я не лезу лишний раз так со временем вот такие соли получается видите белая на коре это не страшно как бы ничего страшного могут до закупливаться корешки но у нас корешков то нету у нас я потом не сейчас когда вот увижу что начали расти корешочки вот у детки я просто я очень рада что вот детка прикорневая я ее отсаживать не буду вот как этих да она будет жить с мамой и потом они наплодят мне целый горшок сейчас покажу как просто я потом положу чуть-чуть мох капельку совсем потом его тоже уберу это на время чтобы вот корешки не закупливались так смотрите и вот этот вот на этого красавца я тоже оставлю это тоже дикий тоже пересаживали вместе с вами потому что сидел в более меньшем горшке помните я можете посмотреть кто не смотрел я под листочки вот так вот ставила чтобы листочки вверх смотрели потом сняла некоторые листочки даже набрали тургор но это не больное растение когда теряет тургор но не всегда конечно просто а детки разбили смотрите тут деток просто и корни растут вот они растут растут вот со всех этих лезут видите прямо от корня вот растут и деток там я уже теперь и не сосчитаю потому что вот это растение честно оно это просто оно клевое классное но за ним просто не усмотреть и вот получается когда мы пересаживали не было цветоносов видите вот они цветоносы 1 2 3 4 4 цветоноса уже скоро зацветет как бы вот как у которых был потерян тургор вот они листочки они на самом деле как бы знаете они вроде бы такие вот морщинистые но у них набран тургор они набрали все хорошо почему потому что а детки же вот эти вот детки разбивали листочки вот этих вот и тургор терялся и они брали на себя силу а сейчас у деток вон куча корней вот просто со всех этих блестят и все хорошо видите вот вот как бы так ну не красиво конечно не красиво мне тоже очень не нравится что они с белыми пятнами ох меня это раздражает конкретно если честно да но от вредителя я в любом случае всегда осенью обрабатываю почему потому что гаденыши летят вот деревья осыпаются до листочки все осыпается и гаденыши начинают лететь хоть я на шестом этаже живу но запросто можно поймать клеща как бы вот обрабатываю ну вот так вот всем советую вот этих вот дикарей все хорошо них боюсь пересаживать сейчас полезу не буду не буду потому что у мамки там есть корни но они такие и покупала понимаете она все силы тратит на деток детки у нее прекрасную как бы вот так вот такое маленькое видео скоро у меня зацветет котлея вам покажу я я сегодня вот поливаю даже не видела что вот она скоро зацветет сейчас чуть-чуть ну вот она я просто не вижу сверху снимаю ну вот она стояла возле окна я даже не вижу она уже набрала бутоны там вот вот я не вижу но вот почти открывается уже чуть не пропустила цветение обязательно вам покажу еще у меня оказывается много цветоносов я даже не замечаю ну все друзья на этом будем прощаться я ничего не вижу пока пока люблю вас ну и ну и Продолжение следует...